Друзья, приветствую вас на нашем канале. В ближайшие годы российский рынок автомобилей может потерять многие марки. В результате объем предложения резко сократится. Это произойдет, по мнению многих экспертов и участников рынка, если Минпромторг начнет поднимать утилизационный сбор. Из-за него все автомобили заметно подорожают, в том числе те, что собираются в России. Однако данное решение приведет к более опасным последствиям. Из-за него на российском рынке не останется действительно дешевых автомобилей. Но, несмотря на сказанное, даже такая ситуация может сделать нашу страну привлекательной для некоторых китайских компаний. В КНР есть ряд производителей, которые специализируются на производстве действительно дешевых автомобилей. Даже после повышения утилизабора эти машины, если они приедут в Россию, будут продаваться по доступным ценам. Но китайские компании не смогут напрямую поставлять подобные автомобили в нашу страну. Из-за будущих ограничений им придется согласиться на ряд мер, которые позволят производителям удержаться на российском рынке. В этой связи, вероятно, скоро в нашей стране появятся автомобили, которые ранее даже неофициально не поставлялись в автосалоны. К числу таких машин относится новый хэтчбэк МТЗ-80 «Лазурь». Внешность автомобиля раскрыл независимый художник на созданных им рендерах. Отметим, что белорусский производитель МТЗ не делал заявлений по поводу возможного сотрудничества с китайскими компаниями. Но он может пойти на такой шаг. Это произойдет по той же причине, по какой в России намереваются повысить утиль сбор. Сегодня, как в нашей стране, так и в Белоруссии, растет спрос на сельскохозяйственную технику китайского производства. Некоторые отечественные производители уже забили тревогу, выступив с предложением ввести меры, направленные на противодействие продвижению продукции из КНР. МТЗ пока демонстрирует прочное финансовое положение. Но белорусской компании в связи с заявленными выше обстоятельствами необходимо уже сейчас предпринимать меры, которые помогут ей как минимум не утратить свои позиции на рынке вследствие экспансии китайских производителей. Одним из решений данного вопроса может стать расширение номенклатуры продукции. Причем МТЗ стоит рассмотреть вариант с выходом на несвойственный для себя рынок легковых автомобилей. Этот шаг вполне оправдан в текущих условиях. Тем более, что мировой опыт показывает, что компании могут создавать качественные тракторы, грузовые и легковые автомобили. Тот же Сейк специализируется на всех видах техники. Вероятность появления представленного хэтчбэка обусловлена тенденциями, которые в последнее время просматриваются на российском рынке. Прежде всего, отечественные власти серьезно настроены на то, чтобы заставить иностранные компании организовать локальную сборку автомобилей. Даже если утиль сбор не будет повышен, Минпромторг найдет возможности для реализации данной идеи. Это необходимо для развития отечественного автопрома и повышения конкуренции в разных сегментах. То есть, вне зависимости от решения по поводу повышения утиль сбора, власти введут ограничения в отношении автомобилей, импортируемых из-за рубежа. В этой связи, вероятно, все больше компаний начнет запускать локальную сборку машин в нашей стране. Однако, в отличие от Ниссан, Hyundai и других зарубежных производителей, китайские не будут возводить собственные автозаводы на территории. В современных реалиях такой шаг несет в себе большие риски. Этот процесс уже запущен. Cherry, Chang'an, Gag и другие компании наладили сборку отдельных моделей на российских предприятиях. Но из-за этого количество простаивающих в России мощностей в ближайшем будущем сократится. То есть, тем китайским компаниям, которые только планируют зайти в нашу страну, придется самостоятельно возводить новые автозаводы. Это тем более важно для тех производителей, которые специализируются на выпуске дешевых машин. Однако китайские компании в условиях ограниченности свободных мощностей могут наладить сотрудничество с белорусскими автозаводами. В частности, это недавно сделал VGV, благодаря чему последний может поставлять в Россию автомобили по сравнительно низким ценам. Поэтому нельзя исключать, что Минский тракторный завод со временем заключит соглашение с китайским партнером о запуске производства машин. Это тем более вероятно, если учесть, что компании из КНР пока отказываются от мероприятий по повышению локализации сборки. То есть, если МТЗ действительно заключит такое соглашение, то автомобили на этом предприятии будут производить из готовых машинокомплектов. Иначе говоря, для запуска подобного проекта Минскому заводу не придется инвестировать в него крупные суммы. Именно поэтому МТЗ может согласиться на это. А вероятность появления автомобиля подобного представленному хэтчбеку Лазурь можно объяснить как минимум двумя причинами. Прежде всего, в России даже без повышения утилизационного сбора осталось мало дешевых автомобилей. Плюс ко всему, Лады постоянно дорожают, а АвтоВАЗ в ближайшем будущем намеревается отказаться от Гранты. В связи с этим на российском рынке возникнет большая пустота в сегменте дешевых автомобилей, которые всегда в нашей стране пользовались высоким спросом. Сложившимся положением могут воспользоваться китайские компании. Они зайдут на отечественный рынок по описанной выше схеме. Представленный хэтчбек МТЗ Лазурь, по мнению автора опубликованных рендеров, должен быть создан на базе китайского Gannam U2. Такой выбор также вполне оправдан. В России даже сейчас нет недорогих компактных автомобилей. Но подобные машины сегодня могли бы пользоваться спросом как минимум у крупных агрегаторов такси и каршеринга для езды по городу. Плюс ко всему, китайский прототип – это электрический хэтчбек. Данное обстоятельство повышает шансы на появление МТЗ Лазурь. В России и Белоруссии последние годы проводят мероприятия, направленные на развитие электрических автомобилей. Для этого, в частности, местным производителям предоставляются различные субсидии. Благодаря им, например, компании могут продавать электрокары с большими скидками. Плюс ко всему, заявленное внимание со стороны руководства обеих стран к электрокарам делает представленный проект более выгодным. МТЗ при его реализации может рассчитывать на активную поддержку со стороны руководства Белоруссии. Помимо этого, Gannam U2 – очень дешевый электрокар. В Китае за него просят от 56,8 тысяч юаней или от 732 тысяч рублей в перерасчете по курсу. Все перечисленные особенности делают данный хэтчбек одним из наиболее удачных прототипов для создания новых автомобилей, предназначенных для российского и белорусского рынков. Но, как было отмечено выше, в случае реализации представленного проекта, уровень локализации производства МТЗ-80 «Лазурь» будет на начальном этапе минимальным. Ни китайская, ни белорусская компании не будут инвестировать крупные суммы в развитие подобных электрокаров. Именно поэтому представленная модель технически будет полным аналогом своего прототипа. Это означает, что МТЗ «Лазурь» поступит на рынок с базовым 48-сильным электромотором, который за доплату можно будет заменить на двигатели мощностью 75 и 109 лошадиных сил. Возможно, в Россию привезут хэтчбек с малоемким аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 151 километр. Но более вероятно, что автомобиль выйдет с батареями на 55 и 80 киловатт-час. С ними электрокар сможет проезжать без подзарядки до 406 километров. Важной особенностью нового МТЗ «Лазурь» станет то, что это будет один из наиболее устойчивых автомобилей российского рынка. Данное предположение обусловлено тремя обстоятельствами. Во-первых, автомобиль отличается компактными размерами. Во-вторых, под днищем у него будет расположена батарея, которая снижает центр тяжести, что повышает устойчивость. В-третьих, это будет электрокар со слабой динамикой разгона, не способный набирать высокую скорость. Все три фактора обеспечат МТЗ «Лазурь» отличную устойчивость при маневрировании и движении по скользким дорогам. Плюс ко всему, хэтчбэк будет выделяться удобным и простым рулевым управлением. Однако этот автомобиль предназначается только для эксплуатации в городе. Низкий дорожный просвет и наличие аккумулятора под днищем ограничивает возможности водителя. Электрокару нельзя будет выезжать на бездорожье. От китайской модели на белорусскую перейдет все оборудование, поэтому МТЗ «Лазурь» поступит на рынок с двумя экранами – компактной цифровой панелью приборов и более крупным тачскрином, на который вынесут управление всеми встроенными системами и устройствами, включая подогрев сидений и климат. Кроме того, хэтчбэк оснастят стандартными системами безопасности и водительскими помощниками, а также задней камерой. При соблюдении перечисленных выше условий, новые МТЗ «Лазурь» могут оценить дешевле полутора миллиона рублей. А если учесть, что производство данного автомобиля будет субсидироваться со стороны государства, его стоимость возможно снизится до миллиона российских рублей. В продажу электрокар может поступить уже в 2025 году. На разработку подобного автомобиля не уйдет много времени, так как его будут собирать из машинокомплектов. И на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, у нас много интересных новостей из мира авто. А также ждем вашего мнения касательно представленной новинки в комментариях к этому видео. Спасибо за просмотр и всем удачи!